100 тренировочных задач абитуриента, задание номер 50. Как обычно, перед просмотром попробуйте решить эту задачу самостоятельно. Найдите трехзначное число, цифры которого образуют в том порядке, в котором они стоят в числе, возрастающую арифметическую прогрессию и которая делится на 45. Обозначим трехзначное число, которое нам нужно найти следующим образом. А1, А2, А3 и вот такая черта сверху. Эта черта сверху означает, что цифра А1 показывает количество сотен числа. Цифра А2 показывает количество десятков этого числа. И А3 это количество единиц данного числа. То есть данное число можно было бы записать следующим образом. 100 А1 плюс 10 А2 и плюс А3. По условию цифры числа образуют возрастающую арифметическую прогрессию. То есть А1, А2, А3 и так далее это арифметическая прогрессия. Кроме этого известно, что это возрастающая арифметическая прогрессия. А значит А1 будет меньше чем А2 и меньше чем А3. По условию известно, что число делится на 45. А1, А2, А3 делится. То, что оно делится, обычно записывают так, тремя точками. Делится на 45. Но если число делится на 45, значит оно делится и на 5 и на 9. То есть это число делится и на 5 и на 9. Из того, что число делится на 5, мы делаем вывод, что цифра А3, последняя цифра числа, равна либо 0, либо 5. Но если эта цифра равна 0, тогда у нас такого числа не существует, потому что первые две цифры должны быть меньше 0. Такого быть не может. Поэтому отсюда следует, что А3 равно 5. Так и запишем. А3 равно 5. Из того, что число делится на 9, мы делаем вывод, что сумма цифр числа должна делиться на 9. Так и запишем. А1 плюс А2 плюс А3 делится на 9. Причем самое большое из данных цифр это 5. Но если самое большое это 5, то вот эта сумма меньше 15, потому что А1, А2 меньше чем 5. Получается меньше 15 и единственное число, которое меньше 15 и делится на 9, это само число 9. Отсюда мы делаем вывод, что сумма цифр равна 9. То есть так и напишем. А1 плюс А2 плюс А3 равно 9. Так как А3 мы уже нашли, найдем сумму первых двух. То есть А1 плюс А2 равно 9 минус А3. И получаем А1 плюс А2 равно 9 минус 5. Равно 4. Ну и давайте сразу выразим, например, А2. А2 равно 4 минус А1. Так как мы имеем арифметическую прогрессию, то для арифметической прогрессии любой член, начиная со второго, равен среднему арифметическому своих соседей. То есть А2 равно А1 плюс А3 разделить на 2. Таким образом отсюда 2А2 равно А1 плюс А3. И теперь подставляем. Можно подставить. Давайте сразу 2 умножить. А вместо А2 4 минус А1. А в правой части у нас будет А1 плюс А3. А3 мы нашли. Это 5. Таким образом, раскрываем скобки. У нас получается тогда 8 минус 2А1 равно А1 плюс 5. 2А1 переносим вправо. 3А1 равно 8 минус 5. То есть 3. Получается 3А1 равно 3. Откуда А1 равно 1. Сразу А2 найдем. Подставим А1. Вместо А1 подставляем 1. 4 минус 1 равно 3. То есть получается А2 равно 4 минус 1 равно 3. Ну и А3 мы нашли раньше. Таким образом, наше число, запишем его А1, А2, А3, будет иметь вид А1 это 1, А2 это 3 и А3 это 5. Пишем ответ. Ответ 135. Задача решена. Кому решение задачи понятно, не забудьте поставить лайк и напишите какой-нибудь комментарий к этому видео.